И всем привет, ребят! С вами Старваник и я еще записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен, ну, не совсем позитивным вещам. Сегодня у нас пятница, 18 число, как вы знаете, в этот день. В игре у нас должна была появиться Тесла. Плюс, ко всему прочему, с контейнеров ее можно выбить. Я имею в виду именно ультраконтейнеры. Должен начаться у нас в игре дисконт-уикенд. Но! Ничего. Этого на момент 11 часов по московскому времени утра нет. Если открыть магазин, если открыть контейнеры, то здесь ультраконтов вы не найдете. Ну, а я, конечно же, с утра хотел по-быстренькому. Либо получить свою замечательную Теслочку, либо выбить ее из ультраконтейнеров. И для вас записать быстрый обзорчик на спецаккаунте. Но, к сожалению, ничего подобного сделать я не могу. Также, скорее всего, фондов у нас никаких в игре нет. Поэтому полноценного ивента нет. Хотя разработчики объективно и точно написали о том, что весь ивент, помимо спецрежима, стартует 18 числа, а именно сегодня, в пятницу. Но до сих пор у нас ничего абсолютно нет. И, ну, наверное, мои планы все куда-то ушли. Поэтому скатаем боёчек. Заодно посмотрим, что у нас вообще здесь по опыту и по фондам. Заточку дали мне 30 опыта. Если честно, мне это особо ни о чём, наверное, не говорит. Но должен быть у нас с премкой, если я не ошибаюсь, Х8 опыт. То есть за такую обычную катку где-то около 4-5 тысяч опыта мы должны зарабатывать. Ну и понятное дело, что по кристаллам здесь тоже где-то в районе четвёрочки смело мы за боёчек должны забирать. Поэтому сыграем бой. И всё это дело проверим. Ну а что касаемо самого ивента, и почему же он всё-таки не появился у нас сегодня на основных серверах, До сих пор это загадка. Возможно, это просто ошибка разработчиков. Возможно, есть какие-то недочёты, например, с Теслой, которые появились в самый-самый последний момент. И в связи с этим не выкатили вообще абсолютно ультра уикенд. И пытаются быстро доработать и пофиксить саму пушку. Возможно, в ней есть какие-то определённые проблемы. И разработчики пытаются всё это дело доработать максимально чётко, максимально оперативненько. Либо же просто у нас случилось всё как всегда. И кто-то забыл нажать одну кнопочку, хотя было всё готово уже к релизу. Но момент того, что может быть какие-то баги появились новые, нужно тоже из головы не упускать. Всякое бывает. Прулюс это новая пушка. И я бы, наверное, сказал, что там ошибок может быть безумно большое количество. И может, там, это всё дело как бы и случилось. И они решили это всё пофиксить. Если это так, то, ну, в принципе, значит, надо немножечко подождать. А вот если... 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 Ну, потому что новостей по этому поводу у нас нет абсолютно никаких. И если раньше всегда, ну, просто всегда, если что-то шло не по плану, у нас на основной странице в танках сразу появлялся анонс, то, что там мы там ошиблись, у нас там что-то не так сработало, у нас там чего-то нету там. И это всё было у нас сразу же. То сейчас никто, во-первых, не пишет ничего, да? Обосрались? Не получилось? Да и пофиг. Да и насрать, в принципе. Ну, ничего страшного. Всего лишь мы обещали дисконт-викенд, мы обещали новую пушечку Тесла. Но ничего не появилось. Ничего страшного, ребяточки. Ну, как-нибудь сами додумывайте, что там происходит. А я, что я могу? Я могу либо, ну, просто сказать, что меня обманули в очередной раз. В очередной раз меня обманули. Я зашёл, вернее, не зашёл, с утра, а раньше проснулся, дабы записать новый видос, выложить супер-мега-крутейший обзор на лучшую пушку Тесла. Возможно, даже её выбить. Ну и что я по итогу получил? Правильно? Ничего я не получил. Я просто зашёл, открываю магазинчик и не вижу ультраконтейнеров. Сижу и думаю, ты что за приколдес? Что это такое? Як це зробиться, хлопцы? И всё, и всё. И габелочка началась. Дальше я зашёл на голос к лучшему нагибатору 2028 года, а именно к Артёмчику. И он мне говорит, что фондов немае, немае фондов, хлопцы. И в очередной раз я убедился в том, что в этой игре в любой момент может что-то пойти не так, и даже никто об этом ничего не скажет. Да вот, ну нет фондов, ну нет ультра уикенда, да и пофиг, а что говорить? А может он в субботу должен был начинаться, да, ультра же уикенд, это значит выходные дни. Никто вам в пятницу не обещал. Ну зачем тогда писать о том, что всё начинается в пятницу, да, по спецпережиму там в принципе была инфа, что он начинается и супермиссии, да, начинаются только у нас в субботу. Ну а сам ультра уикенд должен был начинаться сегодня именно в пятницу. А всё, это две минуты у меня до конца боя, дабы мы ещё и по фондам всё проверили. Ну мне уже, если честно, кажется, что здесь ничего нету, даже несмотря на то, что сказал замечательный мой друг Артёмка. Поэтому давайте попробуем быстро уже докатать этот бой. Я не знаю, что добавить, но не знаю, но танки меня ничем не удивляют, абсолютно, да. То есть если кого-то они удивляют и там кто-то негативно высказывается, там говорит, что, блин, ну как такое может быть? Я, я вот честно, я не, вот нисколечки не удивлён, вот нисколечки, да. То есть в последнее время, ну, таких моментов становится всё больше и больше, да. И про то, что разработчики абсолютно не предупреждают о своих косяках, ошибках и не говорят о том, что вот мы, например, тут по факту ошиблись, извините. И мы вот постараемся быстро всё это дело исправить, да. Сейчас в последнее время никто об этом ничего не пишет. А это значит, что и отношения уже у разработчиков и у игроков к разработчикам уже, ну, на таком довольно негативном ключе, да. То есть никто уже, ну, там, не хвалит, не там, не говорит, что ох, как же всё чётко, как же всё красиво, да. То есть, ну, вот такие провалы просто выходят и, ну, и пофиг, и пофиг. Ну, ничего страшного, ну, ну, ультраукент не вышел, ну, ничего страшного. А я, может, там, уснул и не забыл сделать, да. Ну, Тесла должна была появиться, а, ну, она и не появилась. А может, у нас там что-то пошло не по плану, а это... Пусть даже никто не знает, что у нас что-то пошло не по плану. Зачем о чём-то говорить? Это, ну, а вдруг они узнают, что у нас что-то пошло не по плану. Это же будет... Они будут говорить, что всё габела. Не, ну, конечно, лучше просто промолчать, ничего никому не сказать и, в принципе, не вывести никакой ивент. Нет, вообще нормальная тема, вообще бомбочка, просто гениальный мув, я бы сказал. Ну, просто джинниус план. Ну, это просто, я не знаю. Это габела, это габела, ну, полнейшая габела. Да, то есть, если меня с 36 ультраконтейнерами обманули... Ну, всё, вот, видите, фондов нету. Тысячу какую-то, жалкую тысячу получил. За 500 очков, жалкую тысячу. Даже фондов нету в этой игре. 1600 опыта. А ультра уикенд должен был быть. Если меня даже с контейнерами обманули, да, и кто-то там пишет. А что ты больше не говоришь об этом? Да, что мне говорить об этом? Ну что, ну что, ну писать на хайл про этих 36 контейнеров? Ну, это же просто габела какая-то. Я уже понимаю, что там будут разговоры по типу, вы не забрали один день сами. Это ваша ошибка. А то, что там где-то не зарегало, это, ну, это уже как бы, ну, доказать не можете. Ну, значит, это вы сами как бы и ошиблись. Я-то уверен, что у меня всё хорошо. Поэтому, ну, кому мне что-то там доказывать ради этих ультраконтейнеров? Понятное дело, что это обидная темочка, но раскручивать её дальше, ну, я не вижу никакого смысла. Потому что многие будут, наоборот, думать, что это я лоханулся, да, и говорить, что Ай, да это ты сам, бать, не взял этот день. Ну, а я-то знаю, что я в своём, ну, как бы, моменте ошибиться-то не мог. Если я забрал на двух аккаунтах, то я и на трёх следующих должен был всё это дело забрать, при том, что я, как бы, помню, что я заходил и всё это дело забирал. Поэтому, ну, печалечка продолжается. Ждём Теслочку, ждём просто, когда она появится, когда всё стартанёт. Может, сегодня у нас произойдут, например, внезапные рестарты, но пока что у нас ничего нету. И такой вот видосик залетает на утубчик. И если вы со мной согласны, если у вас есть какие-то мысли, то пишите в комментариях, что вы думаете вообще по этому поводу. Поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал. Ну, и давайте по максимуму соберём хорошее количество лайкозавров. Может быть, сразу же разработчики увидят видосы, сразу выкатят нам всю обновочку, Теслочку. И я пойду её быстро либо выбивать, либо записывать обзор и наваливать по красоте. У меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok